конечно спасибо большое спасибо все что вы присоединились к нам сегодня с нами сегодня знаменитые социологи и ученые дмитриевич будков дмитриевич родился в москве в 46 году и изучал журналистику социологию философию филологию в мгу он получил доктор философии в 95 году и работал в разных научных центрах с 1970 года он был главой департамента социальной и политические изучение в всероссийский центре изучения общественное мнение и в 2003 году профессор гудков перешел работать в новом лавада центре и стал там директором в 2006 году кроме этого профессор гудков работал в разных научных заведениях университетах и учит в высшей школе экономики и я очень рада что вы с нами сегодня спасибо большое и я очень что вашей презентации спасибо спасибо большое я тоже очень рад выступать перед вами и мне интересно какой-то получить от вас какой-то отклик посмотреть как вы воспринимаете это сегодняшняя тема это российская молодежь по советское поколение вокруг этой темы ведутся очень большие спора и внимание самых разных сторон со стороны оппозиции продолжаются установки на то что именно молодежь будет носителем новое более более демократических представлений со стороны власти есть опасения что молодежь все больше и больше попадают под чужды российским традициям влияния и что нужно усиливать контроль над молодежью что она собственно и делает последние годы резко усилились действительно цензуры социальных сетях в интернете в школьных учебниках власти настаивают на усиление идеологического воспитания в каком-то смысле идет возвращение государственной идеологии так называемого государственного патриотизма консервативного воспитания навязывается религиозное воспитание с тем чтобы нейтрализовать влияние западных западной культуры политической поэтому ну поменим и вот собственно такого резко ужесточилось и законодательство за вовлечение молодежи в политическую и общественную деятельность вводятся целые такие новые институты вроде роскомнадзора который отслеживает деятельность блогеров социальных сетях штрафует их и прочее короче идет такое усиление репрессии и контроля над поведением молодежи особенно после нет усиления участия молодых в протестном движении но в принципе сама по себе постановка омала постановка роли молодежи она очень важна и мы начали изучать эту проблему но с момента возникновения собственного первого независимого центра социологического это всероссийский центр изучения общественного мнения то есть наши исследования ведутся с 89 года смысл их как я говорил в прошлой летней школы это посмотреть как меняется как происходит и трансформация тоталитарной системы во что-то другое и мы полагали что кризис советской системы связаны именно с со сменой поколения тем что поздние советские годы возник эффект перепроизводства образованных людей которые с другими совершенно запросами и это создало такое сильнейшее напряжение диссонанс между настроениями молодых людей более образованных людей и возможностями всей социальной политической системы перепроизводства образованных людей требуемых военно-промышленных комплексов все системы контроля пропаганды он в свою очередь поставил целый ряд таких проблем несоответствие тоталитарного контроля вот новому поколению и очень интересны были моменты которые описывается как застой с позднего советского времени но для примера я вот часто привожу этот пример из исследования циркуляции элит который мы проводили по по анализу биографии номенклатуры высшего руководства скажем в конце сталинского периода это 51 52 год для того чтобы занять первую номенклатурную должность требовалось три года в условиях террора массовых репрессий постоянных чисток карьерный рост начинающих партийных функционеров был очень быстрым а вместе с этим и рост и всех остальных групп молодых специалистов поскольку вакансии были достаточно много именно в силу чисток террора с одной стороны а с другой стороны повышающегося запроса в сфере науки инженерного производства военно-промышленного комплекса и прочее так вот срок занятия 1 номенклатурной должности составлял три года в конце советского времени концу правления брежнева этот же срок составлял 21 год иначе говоря вертикальные каналы вертикальной мобильности ну практически прекратили собственно произошла стагнация бюрократии в условиях такого общества государства никаких других каналов естественно или возможности карьерного роста продвижения просто не было и вот это напряжение не разорвали разорвали собственно всю систему советского типа и поскольку ведущий тогда силой в момент перестройки было именно молодые бюрократ бюрократы среднее звено бюрократии и то что называется в россии интеллигенция но интеллигенция это и есть бюрократия это инженерно-техническая образованные специалисты редактора журналисты и прочее вот поэтому возникла именно возникла проблема что собственно как будет осуществляться выход из этой тоталитарной системы и интерес к молодежи был чрезвычайно велик потому что предполагалось что молодые люди свободные вот контроля от идеологического прессинга советского времени они естественным образом будут тяготеть демократии к свободе защите прав человека рыночной экономики и так далее то есть все изменения так мы предполагали в конце 80-х начале 90-х годов будут связаны именно с приходом нового поколения молодежи и этим объясняется и интерес последовательный интерес к исследованию молодежи и первое исследование действительно мы начали в конце 80-х начале 90-х годов а потом продолжали их вплоть до последнего времени последние большие исследования мы проводили вместе с фондом фридриха эберта немецким фондом восемнадцатом и двадцатом году это большие действительно были исследования молодежи от 14 16 лет до там 33 репрезентативные для россии меня слышно а слышно но обрывается до сигнал как-то не совсем отлично вот и первые исследования молодежи действительно показали соединение трех факторов более образованные молодежь люди с высшим образованием живущие в крупных городах в мегаполисах прежде все в столицах москве петербурге екатеринбурге новосибирске там где есть среда академическая студенческая среда они характеризовались более открытыми взглядами более прозападными поддержка реформ в первую очередь экономических реформ и и вот формирование правового государства развития демократии западного пути развития интеграции с европейскими структурами и на ты ну короче все как бы подтверждалось вот первоначальная гипотеза но чем дальше тем больше мы видели что инерция советской политической культуры она оказывает очень сильное влияние и в конце концов действительно ситу особенно после тяжелого трансформационного и национального экономического кризиса середины 90 годов возникло совершенно обратное движение запрос на авторитарного лидера и на ужесточение режима на реставрацию частично советских институтов и представлением и с приходом путина вот этот курс совершенно точно сформировался и укрепился другими словами демократии не получилось и это заставило пересмотреть собственно и роль и влияние молодежи как мы пришли к выводу что дело не в том с какими установками молодежь входят в жизнь каковы их идеалы и ценности там ценностные ориентации представления а то что с ними делают существующие институты инерция всего такого массива политической культуры и здесь совершенно мы фиксировали совершенно другие изменения вообще говорят 2 как бы подходы к исследованиях молодежи это но идущие от мангейма иногда его называют или политическим представлением это поколение как символическая идентификация с некоторой группы составляющей меньшинство в обществе по каким-то важнейшим там символическим событиям или процессам важно что именно эта группа вносят некоторые новые смыслы новые мотивы интересы в обществе тем самым осуществляется некоторая динамика социальная культурная динамика другой подход более общее и более такой традиционной генерационной он связан с идеей азенштата который акцентировал моменты институционально включения целых групп возрастных от почти одновременного то есть выпуска одновременной генерации выпуска там призывы в армию или окончание образование школы и так далее и соответственно изменения именно вот по возрастным когортам я бы сказал что не тот не другой подход в российских исследованиях не очень применим потому что существу не не мангеймовские просто не по не не адекватен потому что моменты формирование и утверждение или здесь подавляются режимом но и азенштатовский тоже подход не очень уместен потому что снова слишком различается по своим своим социальным средам и мы вообще говоря имеем дело если использовать выражение нашего лучшего такого экономического географа наталья зубаревич с тремя россиями россии современной модерны россии архаической традиционной и такой россии которая застряла фазе индустриальной индустриализации индустриального развития и соответственно и молодежь очень сильно отличается тем не менее что можно сказать о нынешней молодежи молодежь действительно и сегодня она более образована чем люди старшего возраста она более мобильная более коммуникабельная она знает иностранные языки по крайней мере 30 процентов действительно в той или иной степени могут читать или говорить прежде всего по-английски для сравнения в старших группах этот показатель не поднимается выше там 8 10 процентов ну и конечно она обладает большими коммуникативными навыками то есть пользуется компьютерами айфонами и прочее прочее меньше зависит в какой-то степени ну по крайней номинально государства и так далее она озабочена гораздо сильнее озабочена качеством жизни своим здоровьем экологическими проблемами и больше склонна оценивать высоко оценивать возможности благотворительности хотя переоценивать это не стоит потому что систематическим образом участвует в общественной благотворительной деятельности один два процента по нашим данным и еще примерно 10-12 время от времени это не с эти данные не сопоставимы конечно с показателями других стран прежде всего там скандинавскими вот кроме того примерно 20 процентов молодых людей были за границей главным образом конечно молодежь из крупнейших городов из более обеспеченных семей что важно молодежь от гораздо более оптимистично оценивает свое положение свое будущее особенно в сравнении с положением своих родителей и социальное положение и материальное положение она считает свое гораздо более высоким и более благополучным чем чем люди старше возрасту это очень важно потому что молодежь воспринимает себя как такую креативную следует из наших боков группу энергичную творческую там более свободную и прочее прочее отталкиваясь в этом смысле от старшего поколения которое нас считает неудачниками поколение прежде всего своих родителей неудачниками лузерами очень часто и такое выражение и в этом смысле именно потому что она оценивает свою свой статус свою ситуацию более высоко она и именно потому что родители считают вот неудачниками строится идентификации от противного от предшествующего поколения она идентифицируется и соотносит себя не сами не советским прошлом не с прошлом своих родителей а снег с там воображаемыми стандартами западной жизни и западное потребление то есть как бы строится двойной такой счет идентичности некая идеализации западных обществ западной жизни прежде всего в плане этой высокого потребления социальной защищенности прав человека и оценивается свое положение как приближение к вот к этому состоянию с одной стороны а с другой стороны именно оценка предшествующего поколения именно исходя из этих тех же критериев но это соотнесение с западными обществами мне очень нравится здесь выражением алексиса берлойча французского социолога историка который говорил о вот этой системе оценок как утопии нормальности западных стран жить как очень характерное выражение жить как в нормальных странах вот это соотнесение но под нам под нормой еще раз говорю понимается не институциональная система не правовое государство а только уровень потребление потребления мода поп-культуры там массовой культуры и прочее и по этим как бы характеристикам внешним характеристикам различия действительно не так сильны зато вот внутреннее понимание устройство демократии прав человека это полностью вытеснена или не особенно не проработана поэтому такая самоуверенность высокая завышенная я бы сказал самооценка она не случайно и она очень важна она блокирует возможность понимания вот тех аспектов институционального устройства российского и западного которые вообще говоря необходимы для развития для для продолжения реформ и напротив еще раз говорю блокируется вытесняется советское прошлое или как говоря говорили иногда на наших фокус группах молодые люди я не хочу страдать страдать как старшее поколение я не хочу переживать думать об этих репрессиях дефиците осколки советского времени я хочу жить сейчас и нормальной жизнью пользоваться всеми благами это очень любопытный механизм такого блокирования своего собственного сознания он не безобидные чрезвычайно важные и в каком-то смысле вот все эти обстоятельства они представляют самой с моей точки зрения выражение двух очень важных вещей это продолжение неосознанное продолжение главного главной потребности советского времени потребности выйти из хронического дефицита дефицитарного общества ну грубо говоря наездся наездся одеться и жить как в нормальных странах вот если воспользоваться это выражение с одной стороны с другой это отчуждение от политики почему это так почему молодежь собственно так высоко оценивает свое положение именно свое положение не положение общество в целом а именно свое положение вот очень любопытная не характеристика здесь как вы видите свое положение люди молодые люди оценивают вполне вполне оптимистично с большой надежды и горения то же время общество в целом она скорее либо вот ну может быть лучше чем сейчас но это не с они не большинство значительная часть либо таким же вот стагнационным как сегодня а сегодня мы действительно стагнации в ситуации стагнации либо даже хуже чем сейчас еще момент отталкивается молодежь еще почему отталкивается от поколения своих родителей потому что 90-е годы вот собственно конец восьмидесятых время перестройки 90-е годы это конечно состояние не просто кризиса состояние сильнейший такой социальной дезорганизации или как говорят сильнейшего развития такого процесса экономии на середину 90-х годов 94 и 95 год падают все волны преступной экономии социальных социальной патологии самоубийств особенно среди молодежи наркомании и прочее это такой был всплеск середине 90-х годов который потом повторился во время кризиса 98 2001 года перед приходом путина и вот это это ощущение распада прежней системы с одной стороны с другой стороны нынешнего благополучия относительно она порождает действительно желание стабильности спокойствия на чем собственно и базируется нынешний режим путина конечно молодежь еще раз говорю не просто больше довольны на себе но она уверена в своих возможностях и нацелена на более высокие стандарты потребления чем возрастные группы и собственно этим ограничен круг и интересов если не считать но очень узкого и тонкого слоя разных маргинальных групп молодежных молодежных таких движений виде националистов антифашистов левых там феминистского движения движения лгбт и так далее но все они чрезвычайно незначительные группы они конечно присутствуют в социальных сетях но основном как некоторые как маргинальные некоторые группы почему молодежь так уверенно потому что но есть помимо уже сказано есть очень важная для этого экономические основания положение молодежи на рынке труда сегодня характеризуется чрезвычайно чрезвычайно благоприятно во первых силу демографических причин молодежи мало все таки россия стареющее общество и сегодня мы переживаем вот последствия того провала демографического спада который идет еще от военных лет это с одной стороны поэтому с другой стороны молодежь сотреблена потому что она наиболее гибко способна перестраивается в зависимости от запросов рынка от ситуации рынка от рыночной конъюнктуры она те ее способности которыми она владеет коммуникативность быстрое освоение новых технологий нового опыта готовности работать в частном секторе в отличие от людей старшего возраста которые предпочитают государственный сектор пусть и меньше более низкие зарплаты но стабильность гарантированность и некоторая предсказуемость вот собственно свои заняты молодежь в большей степени занята в частном секторе в сервисе в торговле в информационных технологиях финансовом секторе и прочее и именно по это дает известные преимущества молодежь молодежь не идет в медну по крайней мере в меньшей степени идет промышленность и не и не хочет идти в такие области которые требуют высококвалифицированные рабочих подготовленных рабочих потому что за вот это сочетание гибкости и освоение новых технологий новых коммуникаций с одной стороны с другой стороны вот ограниченность ее присутствия на рынке она дает очень такой своеобразная ситуация на рынке труда в отличие от западного рынка труда где пик зарплат приходится примерно предпенсионному возрасту когда человек достигает максимума своей квалификации соответственно продвигается по служебной лекции по карьере в россии пик зарплат приходится на 32 35 32 года 35 лет это очень ранее а потом зарплата начинают снижаться и это собственно создает такую диспропорцию в оценках молодежи со стороны старших возрастных групп считается что это не очень справедливо молодежь приписывает себе вот все эти достоинства достоинства высокой зарплаты поэтому и и оценки самих себя достаточно высоки и тем не менее это скорее субъективные переживания потому что вообще-то говоря характер проблемой молодежи и людей старшего возраста не сильно отличаются главные проблемы это материальные трудности жилищный вопрос и отсутствие социальной защищенности не уверены завтрашнем дне безработицы и прочее и если посмотреть на ценности которые наиболее важны для для молодежи то на первом плане всегда называют права человека но права человека это не те права которые обычно понимаются в демократических обществах это права человека так как они расшифровываются и интерпретируются молодыми людьми это права на социальную защиту от произвола власти от права на на гарантированную работу на медицинское обслуживание социальное страхование на трудоустройство и прочее это не демократические права и не индивидуальные свободы вы видите как собственно это в самом низу предпочтение поэтому наиболее важные права вот собственно эти права это гарантии социальные гарантии такого безопасного и спокойного существования они же и наиболее ущемляемые со стороны государства поэтому эмоциональный фонд вот существование молодежи он чрезвычайно противоречивый с одной стороны такой вот мы фиксируем повышенную самооценку самоуверенность довольство а с другой стороны сильнейшая подавленная тревожность и неуверенность своем существовании на первом плане как вы видите вот в списке страхов это страх мировой войны очень сильно представлены как тень вот этой риторики конфронтации западом милитаристской риторики идущие со стороны российских властей которые с одной стороны действительно резко повысила чувство национальной гордости самоуважение а с другой стороны уже неконтролируемый эффект это сильнейший страх перед мировой войной фокус-группах на дискуссиях нам уже говорили что мы после аннексии крыма мы россия вступила в третью мировой войны но пока только еще в холодной информационной фазе такой информационной войны и у людей естественно в ответ на вот эту демонстрацию силы такого шантажной политики естественно возникает вопрос чем платить за это придется и это вызывает сильнейший страх такой на втором месте это ухудшение экологии окружающей среды и связаны опять-таки с качеством жизни и большие заботы о своем здоровье что вообще говоря новые явления российская в российской общественной жизни повышенные такой заботы об экологии о качестве среды третье это последствия пандемии и распространение спида ну их такие обычные страхи это бедность и негарантированное существование опасения стать жертвой мошенничества или произвола со стороны власти и прочее поэтому вот такой двойное существование с одной стороны самодовольство с другой стороны неуверенность она объясняет крайне узкий радиус доверия социального прежде всего из личного и инстанционального доверия люди чувствуют себя незащищенным потому что ни полиция ни суд не какие-то другие инстанции не будут по их представлению защищать их интересы в этом смысле власть воспринимается как некоторая сила противостоящая эгоистичная враждебная отдельному частному существованию и доверять можно только самым близким людям но прежде всего членам семьи либо друзья опереться собственно не на кого не политики не религиозные здесь структуры в общем не помощники и не выступает как защита и вот этот график довольно интересный потому что он не характеризует степень инстанционального недоверия цифры вот внизу они это соотношение доверие и недоверие все что меньше полутора вот коэффициент полтора все это находится в зоне недоверия или усиливающиеся недоверие иначе говоря кроме волонтерских движений благотворительных организаций и президенту все остальные институции характеризуется снижающимся или усиливающимся недоверием в этом смысле ситуация когда человек оказывается наедине как бы с враждебным таким социальным окружением ему не на что опереться и это чрезвычайно важно поэтому вот такая амбивалентность или двойственность восприятия себя она с одной стороны хроническая такая подавляемые тревожную с другой стороны самоуверенность она очень важно и объяснение этого наиболее типичные вот почему собственно люди не доверяют друг другу понятно что это следствие инерция советской культуры страха перед властью следствие массовых репрессий террора страха перед доносительством и зависимости от власти а с другой стороны понимание всеобщей коррумпированности такой что все в общем вся так жизненная тактика она сосредоточена на том чтобы обойти каким-то образом закон решая свои индивидуальные проблемы и поэтому ощущение всеобщей виновности или там всеобщей чувствительности к нарушению законы вот если можно сравнить степень доверия среди молодежи со степенью доверия населения у населения немножко другой другая структура в целом у боль у людей более старшего возраста там на первом взгляде доверие армии особенно поднявшиеся в последние годы связи вот еще раз говорю с сильнейший такой милитаристской пропагандой и армия здесь обошла даже по своим показателям доверие президента который все последние 15 лет возглавлял это рейтинг доверие институционального доверия но самое главное не только армия президент но и политической полиции возглавляет рейтинге институционального доверия иначе говоря в сознании людей восстановилась прежняя символическая структура репрессивного государства силовой блок самый важный это связано конечно со всей идеологической и информационной и реальной политикой путиновского режима обратной стороной этого является идея враждебного окружения страны постоянная угроза исходящая со стороны запада прежде всего конечно соединенных штатов нато и необходимости обеспечивать национальную безопасность национальные интересы россии то что идет ежедневно 24 часа по всем федеральным каналам телевидения и людей в этом убеждают для еще раз покажу для молодежи немножко другая структура армии там доверяют очень небольшое количество людей но в целом действительно это вот традиционалистской фундаменталистской милитаристской такая риторика антизападной конфронтации она оказывается чрезвычайно значимой молодежь в этом смысле хотя и разделяет все вот эти установки но разделяет их гораздо в меньшей степени поэтому раз не нет доверие институтом власти собственно кроме президента то и вот это вот ощущение беззащитности то люди дистанцируются политики и не проявляют никакого интереса не политики в целом как вы видите не интересуется 57 процентов молодежи или проявляет очень поверхностно спорадический мы говорим зрительский интерес когда за политическими событиями и процессами смотрят по телевизору как за футбольным матчем не участвовать в этом это вот очень важная вещь только очень небольшая часть действительно среди молодежи по порядка 18 процентов в целом немножко больше внутренней политикой или местной внешней политика ну там действительно очень слабые интересы слабые компетенции понимание того что происходит в этом это эффект усиливающегося конечно изоляционизма и действия всей системы нынешнего образования информации усиливающейся закрытости общества но по своим взглядам по политическим взглядам идеологически молодежь по не сильно отличается от старшего поколения потому что нет именно из-за ограничения свободы пресса свободы дискуссии в общем не возникает таких общественных дискуссий нет соответственно рефлексии на происходящим нет не возникает авторитетных групп которые могли бы задавать свои интерпретации происходящему поэтому в условиях тотальной такой пропаганды или сетевой я бы сказал болтовни в сетях даже трудно сказать вот этот чат это хоть это не русское слово но она говорит что вот характер болтовни такой вот обмен и короткими сообщениями без анализа без понимания скорее выражение своих оценок чем анализа то мы видим что в целом и воспроизводится вся структура таких устойчивых рутинных взглядов стертых очень это мы еще раз подчеркиваю что никаких артикулированных связанных с какими-то сильными партиями влиятельным партиями взглядом ну в общем и видно что такое на первом месте как бы кажется социал-демократ но это не те социал-демократы которые мы видим западной германии там или других местах и прочее это сторонники я бы сказал социализма с человеческим лицом представления о том что должно быть справедливое государство сильная социальная политика с больше большим вниманием властей к социальным нуждам населения увеличением расходов на медицину здравоохранения на развитие социальной сферы и так далее но они социал-демократия западноевропейской смысле другие собственно да ну видно что среди молодежи повышенный процент националистов и чуть больше либералов чем среди населения в целом конечно это очень сильно отличается по социальным своим характеристикам по социально-демографическим характеристикам либералы это дети или молодежь принадлежащие более семьям которые обладают но соответствующим развитым социальным и культурным капиталом то есть это дети из семей их родители которых но люди с университетским образованием во втором третьем поколении с сильным таким культурным капиталом поэтому там действительно более сильно ощущается вот прозападные демократические взгляды установки русские националисты это совершенно друга категория это скорее молодежь из низших слоев ломбинизированный в значительной степени и живущие в малых городах в малых городах депрессивной среде поэтому отличающимся повышенной такой агрессивностью и склонностью к резким таким авторитарным действием и лозунгам сторонник твердой руки но это просто я бы сказал что-то вроде русских фашистов или сторонников действующей власти но поддерживающих про про властные организации типа казачество типа органе организация офицера россии хорудвеносов и прочих таких фундаменталистских православных националисты ночные волки вот такого рода организации ну и коммунисты понятно что это объединяет и сторонников кпрф в небольшой степени их среди молодежи меньше и поддержка их носят это скорее контур культурные или немножко анархистские движения вроде организации сергей удальцов резко критично настроенных по отношению к действующим действующим власти и сельская молодежь это понятно поддерживает проведение более активной аграрной политики поддержки развития сельского хозяйства очень источники информации если для молодежи меня слышно нет потому что здесь зависает главный главный источник информации сегодня для молодежи это интернет если в целом для населения это наиболее доверительный канал и наиболее авторитет на это телевидение и ему доверяют и смотрят его примерно 65-70 процентов интернет и социальные сети для людей старшего возраста мне более 30 процентов то среди молодежи картина совершенно другая в основном информацию о текущих событиях прежде всего политических событиях или общественных событиях молодежь получает из интернета из таких месседжеров как там инстаграм youtube или грамм каналов поэтому для молодежи чрезвычайно авторитетный вот именно лидеры интернет овского альтернативного альтернативных каналов коммуникации как дочь или звезды поп-культуры вроде ольги бутусов и там и прочее имеющая колоссальное число подписчиков миллионы но если у дудя там примерно аудитории число подписчиков составляет 4 миллиона то представители поп-культуры там 20 миллионов 12 миллионов лидеры по подписке но главным образом конечно это социальные сети и в дополнение официальный каналы телевидения как дополнительные это не конкурентные и не противоставляемые каналы информации а взаимодополнительные потому что нынешний режим научился работать в интернете создавая свои пропагандистские сайты и очень умело и эффективно используя вот эти новые коммуникативные средства для пропаганды для внесения своих представлений в сознание людей но я уже говорил что резкое отстранение от политики и вы население в целом почти там 75 процентов не хотели бы больше участвовать в политике и политики не интересует и среди молодежи тоже самое очень низкий интерес к политике в том числе и голосование скажем на выборах молодежь примерно полтора-два раза реже участвует чем люди старшего пенсионного скажем но если сравнивать то все-таки среди молодежи чуть больше требования защиты законных прав и свобод граждан попытки противостоять расширению цензуры давление на оппозицию но все-таки структура скажем запросов и ожиданием по отношению к власти она не не очень сильно меняется меньшей степени молодежь надеется на власть но не но не принципиально поэтому при отсутствии таком отчуждение от политики молодежь не чувствует себя ответственность за действие правительства за политику страны не в прошлом не за настоящий это вот очень характерное такое абсцентистское поведение молодежи который вообще в принципе ведет фрагментации социальной жизни люди замыкаются в своей среде и их заботит собственно только собственное благополучие поэтому ответственность и молодые люди и взрослыми прежде всего ощущает за членов своей семьи за детей но не за то что происходит в стране это вот очень важный момент подытоживая я бы сказал что мы имеем мы имеем дело с не столько с изменениями принципиальными изменениями связанными со сменой поколения сколько с вариациями с некоторой модификации прежней стратегии жизненной стратегии которая характерна для старших возрастов эта стратегия адаптации к репрессивному государству способность уживаться с ним чуть-чуть обеспечивая себе большее жизненное пространство но не но не принципиальные изменения институтов и не готовности к этим изменениям на этом вот я пока остановлюсь и жду ваших вопросов